Экзамен будет проходить так. Вы на экзамене должны показать свое самое лучшее, что у вас есть. Поэтому вы сами будете выбирать два вопроса из списка вопросов обширного, которые у вас есть, которые я вам дал. Ничего тут такого в вашу пользу особенного я не вижу, потому что вот если вы будете, наверное, понимаете дипломную работу писать, кто будет выбирать тему? Вы же? Вы. Ну, с помощью там научного руководителя, но все равно вы. А если вы кандидатскую будете выбирать тему, тоже уже будете выбирать, вам же писать. И ясное дело, что вы будете стараться вот это наилучшим образом представить. А докторскую? Кто выбирает? Кто-нибудь за доктора будущего или он сам? Сам. Поэтому я распространяю вот этот принцип, который дальше на более высоких стадиях и на студентов, в том числе первого курса. Потому что вы ведь научные работники в становлении, историки. Если вы в становлении, значит, а как нужно к вам относиться? Ну, как к соответствующим научным работникам. Вы берёте тему такую, которая позволяет вам показать, что вы разбираетесь в истории, философии. Правильно? Вы разбираетесь в философии и для этого берёте те вопросы, которые вам помогают это мне показать. Вы пишите на эти два вопроса два ответа. Желательно не больше страницы по объёму на вопрос. Почему не больше страницы? Ну, если вы напишите полторы страницы, я не умру. Да если уже три, я уже умру, имея в виду, что я вот принять должен у целого курса. А если я буду умирать, то со мной утонут очень многие. Почему? Почему? Потому что я же буду принимать. Это мы будем сидеть очень долго. Ну, понятно, что надо ещё и показать, что вы кратко можете это изложить. Это раз. Во-вторых, не пихайте, пожалуйста, то, в чём вы сомневаетесь. Я же сразу замечу. Вы, наверное, заметили, что я обязательно придерусь. Вот вы что-нибудь там ставите для красоты. Я скажу, а это что такое? Ну, и всё. И поехали. А тогда это не знаю. И тогда другой вопрос. Говорит, спросите меня ещё. Я ещё спрошу. И тогда уже больше двойки нельзя будет ставить. Потому что если вы скажете что-нибудь, вообще противоположной истины могу я, вот я уже тогда так, что же я должен ставить положительную оценку тем, кто несёт и полную околесицу. Поэтому в ваших руках экзамен. То есть вы должны подготовиться, написать хорошо и продемонстрировать. Если у меня есть, судя по вашей работе, полная ясность, что вы прекрасно разбираетесь, ну, видно же сразу, что человек разбирается. Сам написал, сам разбирается. Списать вам не с кого. Потому что ничего такого, вот так, с чего можно просто списать, нету. И по характеру наших лекций, и наших с вами взаимоднажей, нету такого, что вы вот просто спишите, а я это дабы вот заглочу. Я буду, знаете, как вот в политехе физику один сдавал. Сидит экзаменатор и студент. Экзаменатор спрашивает, чем меряют силу тока? Студент говорит. Амперметром. Преподаватель. Правильно. А чем меряют сопротивление студент? Амперметром. Преподаватель. Правильно. А чем меряют напряжение? Нет. Преподаватель студентскую руку накрыл. Студент говорит. Напряжном метром. Преподаватель. Правильно. Этого не будет. То есть мы будем смотреть. Человек написал хорошо. Я вижу, что вы напишите хорошо. Неужели вы не оправдаете доверие? Ну, это бы даже как-то. Или вы, допустим. Он товарищ, понятно. Вот он убежал с этого места, я не знаю. Пошел, может, Гегеля читать. Сейчас придется, скажет. Я читаю третью страницу Гегеля. Что я могу сказать? Ну, спасибо, молодец. Вот и все. Я выставляю, так сказать, по итогам вашего, так сказать, ответа. Сначала я буду письменно смотреть. Ну, естественно, я имею право задать любой вопрос по курсу. Право. Ну, вот вы, например, имеете право есть на золотом блюде, если оно у вас есть. Из этого в осени следует, что оно у вас есть. И совсем не обязательно нужно этим правом пользоваться. У нас ведь права широкие. Вот вы с 15 этажа имеете право прыгнуть? Да. Да, но я не рекомендую вам, чтобы потом на меня не ссылались, что я вас призвал. Нет. Я вам даже советую ни в коем случае этим своим правом не пользоваться. Причем даже вот люди очень опытные, и даже на больших постах они вот не очень разделяют. Например, вопрос о праве нации на самоопределение. Это какой вопрос? Это призыв или это отрицательный такой вопрос, который означает лишь одно – признание того, что вас насильно, так сказать, к объединению нельзя принудить. Правильно? Чтобы я с вами мог соединиться в какое-то единое государство, общество, я должен признать ваше право на отделение, на самоопределение вплоть до отделения. Если я прихожу и говорю, так, я предлагаю вас соединиться в единое государство, только вы не будете иметь право на отделение. А вы скажете, да пошли вы тогда, и все. Потому что вы еще же не решили. И как только я признаю ваше право, тогда только вы можете обсуждать вопрос о том, что давайте мы самым тесным образом соединимся. А если я вдруг там что-нибудь такое необыкновенное буду, враждебное по отношению к вам делать, так вы возьмете и отделитесь. Мне такой союз не нужен. Правильно? Правильно. В чем была прочность там Советского Союза? Что, были какие-то межнациональные конфликты? Кто-нибудь слышал? Я не слышал. Кто? Вы слышали? И что вы слышали? Какие были межнациональные конфликты? В Чечне-Карабанку. В советское время. Какая Чечня? О чем вы говорите? В 90-й год. Никаких конфликтов не было. А? В 90-й год Чечня-Карабанку. Да и 90-й год уже это капитализм. О чем вы говорите? Когда начался переходный период от коммунизма к капитализму? Вот спасибо, вы сейчас нам поможете. Когда? Переходный период от капитализма к коммунизму начался в 1961 году. Рабочих когда расстреляли? Ну так о чем вы мне рассказывали про 90-й год? Это что, социализм тогда? Расстреливают рабочих? Вы что говорите-то? Вы даете. Что? Ну так если кто-нибудь скажет, что социализм, и расстреливают при этом рабочих. Это что, социализм? Не надо. Если на клетке слона, говорил Кадьма Прутков, написано, буйвол, не верь глазам своим. Что вы верите? Мало ли кто что скажет. Умирай. А вот есть вот умирающий и загнивающий капитализм. Это империализм. А если умирающий и загнивающий социализм, это его, так сказать, хотите, это примеры приводить? То есть пока был социализм, не было никаких межнациональных конфликтов. Наоборот. Тянулись все. И сейчас тянутся. В том числе буржуазные деятели тянутся к Советскому... И уважают Советский Союз. Потому что пока был Советский Союз, в расцвете, так сказать, а не тогда, когда начали его разрушать, начиная с Хрущева. Который первое, что сделал, выбросил, выбросил из программы «Главное в марксизме». Может быть, социализм, когда главное в учении о социализме выброшено. Учение о диктатуре Польтрета. Это говорит о чем в отношении вас? О чем? Ни о чем плохом не говорит. Почему? Потому что вы студент. Вот если вы были какой-нибудь политический деятель, вот я бы вас разоблачил. А поскольку вы студент, ну, студент чем характеризуется? Он находится в процессе становления. Он еще не знает. Если он не знает, так надо ему помочь узнать, к примеру. Вот у меня есть с собой письмо Маркса и Осипа Вездемейеру в Нью-Йорк. Лондон 5 марта 852 года. Вот там Маркс пишет, что он вообще сделал. Маркс не считает, что он очень много сделал, он очень кратко это излагает. Вот примерно короче, чем я буду требовать у вас на экзамене. Значительно короче. Вот он излагает все то, что он сделал за свою жизнь. Чем я буду просить вас сделать? Вы, наверное, четыре раза больше напишите мне, чем Маркс. Вот он пишет. Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе. Вот уже первый. Кто открыл классы? Это вы должны знать. Это исторический вопрос. Классы кто открыл? Ну, читаем дальше тогда. Сейчас мы увидим ответ. Не та, что я открыл их борьбу между собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов. А буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов. Фамилии буржуазных историков. Это я с кого должен стребовать? Быть меня или я с вас? И кто у нас тут историк, кто философ? Кто? Я философ. Вы историки. Не, у меня диплом есть, что я историк. А вы историки в становлении. Вы можете сказать, вот у вас есть диплом, вы и давайте. А мы еще в становлении. Но вообще-то все равно это исторический вопрос. Фамилии. Кто? Не бывает в науке так, чтобы открыли, и никто не знает. Это как концепция развитого социализма. Все прячутся, потому что. Потому что это жульническая концепция, обманная. Поэтому никакого вклада в науку не представляет. Поэтому сейчас начинают разыскивать, они где-то прячутся. Может, за бугром. Кто открыл классовую борьбу? Ну, не Марс. Марс отказывается. Видите, он написал? Не я. Вот вообще историки и знают. Вот первый раз я... А, нет, я на пятом курсе преподавал. Философию и истории. На пятом уже все знали. А вы еще на первом. Может быть, Томас Морф? Не. Может, Кампанелла? Может быть, Томас Морф – это исторические истории? Нет. Тьерри, французские буржуазные, буржуазные историки открыли классы. Тьерри, Минье и Гизо. Набирайте Тьерри, Минье, Гизо и читайте. Вот они открыли классы. Поэтому люди, которые начинают что-то обсуждать про марксизм, говорят, вот, марксизм – это теория классов. Боже упаси. Классы – это от какого слова? Это классификация. Да? Классификация. То есть у вас какая-то наука, так вот, скажем, классифицирует растения в ботанике. Так. Такие пестики сюда. Чеки – туда. Деревья – сюда. Травы – туда. Так. По виду цветков – туда. Другие цветки – сюда. И так далее. А как классифицируют животных? По рогам и копытам. И по зубам. Почему, говорят, дареному коню в зубы не смотрят? Ну, потому что он дареный. Чего смотреть? Вам подарили, так что говорить? А вот если не дареный, а вам купить надо, посмотрите в зубы. Если зубы плохие, пропадет конь. Он не сможет нормально есть и ничего не будет возить. Смотрите по тем органам, с помощью которых он добывает пищу, то есть он соотносится со средой. И как он борется с другими животными. То есть рога, копыты. Вот тем, чем он отбивается, или тем, что он использует и зубы, для того, чтобы употреблять пищу. Ну, а есть классификация. Вы как будете классифицировать людей, товарищи историки? Вот пока вы ещё не читали, свеженькие такие, ни сирени, ни меня, ни гизо, как бы вы классифицировали? Потому вот я бы сейчас стал классифицировать вас по принципу, кто ответит на мои вопросы. Это будет правильная классификация? Ну, сегодня вы одно ответе, завтра другое. Ну, вы же учитесь. Как классифицировать вас? По возрасту. По возрасту, понятно. Я уже всё знаю в возрасте, а вы ничего не знаете, салаги. Вот это классификация, так? Ну, чё это? Если молодой, значит, дурак. Если уже опытный, значит, умный. Это классификация? Нет. Наоборот. Есть дураки. Говорят, дожил до такого возраста, всё равно дурак. Сплошь и рядом. И наоборот. Значит, даже если человек ничего не знает, но знает Библию. Там в Библии что написано, как будем судить о людях? По словам или по делам? Ну, вот, видите, вот уже мы встали на правильную стыдь. По делам их узнаете их. Значит, давайте по поступкам. Кто вот так поступает сюда, в этот класс, кто вот другим, противоположным образом, в этот класс. Да? А дела из чего вытекают? Из взглядов, там, концепций или из экономических интересов? Из того, что выгодно, или из того, что невыгодно? Отдельные люди могут делать то, что им совершенно невыгодно. Но если вы берёте большие группы людей, большие группы, классификация мы общества хотим разделить на такие группы, которые сравнимы с размером общества. Ну, два-три. Не больше. Значит, надо брать по экономическим интересам. Экономические интересы чем определяются? Ваши экономические интересы чем? И не ваши. Чем они определяются? То, что вы, тем, что вы прочитали, и тем, какое вы место занимаете в системе производства. Ну, вот. В системе производства. Положение в производстве. Ну, вот по положению в производстве надо и делить общество на классы. Вот и всё. Да? То есть, почему не по объёму прибыли не по экономическому? Чего? Не по объёму прибыли не по экономическому. Ну, это у вас не исторический вопрос. Ну, какая прибыль? Прибыль относится к буржуазному строю. Вы же историк. Для вас вообще это всемирная история. Какая прибыль при обладении? О чём вы говорите? Какая прибыль при феодализме? Да и вы бы у меня работали... Вот если я был бы помечиком, вы бы у меня работали на барщине. Три дня. А остальные четыре дня у себя на участке. Но вот эти три дня вы бы мне заготавливали... Мне прибыль от вас не нужна. Вы мне мёд будете собирать. А вот сетка ваша, она будет работать. Хлеб мне заготавливать. А следующее будет пироги мне печь. Так? Вы грибочки будете делать. Зачем мне ваша прибыль гнилая? У вас всё с этим самым... Сейчас с маслом пальмовым. Зачем мне это надо? У меня всё вкусное, приятное, полезное. Прибыль. Вот дочкам своим я куплю драгоценности. Вот это у меня пойдёт... Я продам какую-то часть зерна. И на это что-то куплю. И они на балах будут ходить. В красивых платьях. А вы будете в поте лица зерно добывать, которое я продам? Прибыли никакой мне не надо. Зачем мне прибыль? Тогда про экономическую достатку. Что такое достаток? Мне всегда недостаток. Это вату. Вот это вам хватает 1480, а мне 42 не хватает. Достаток. Это всё это несерьёзная категория. По положению в производстве. Вот такой принцип деления на классы. Это выработали уже экономисты. Добуржуазные историки открыли классы. Открыли они из-за того, что перед буржуазной революцией, чувствуя, что будет революция, феодальные историки решили упредить это дело. И сказали, что управлять государством могут только благородные. У вас папа кто? Король? Нет? И не граф? Ну вот. А мой папа граф. И тогда, значит, я могу управлять дальше государством. А вы нет. И вот это, так сказать, а всякая чернь, под эту чернь попадалась всё. И рабочий, и буржуазия, конечно. Буржуазировалась власти. Ну а вот, значит, выступили феодальные историки, сказали, только благородные. У вас папа граф, барон, и даже не князь. Ну извините, вы не проходите в управление. Только благородные. И вот выступили феодальные историки с такой вот идеей. Тогда выступили буржуазные историки. Теориме, Ейгизо. Все классы могут управлять государством. Все. И они сделали это великое открытие. Настолько великое, что уже их никто и не знает. А Маркс воспользовался этим. И все говорят, Маркс открыл классы. Маркс говорит, да боже вас упаси, да я не открывал. Вот я вам читаю. Маркс осмолил. Да это не важно, что он говорил. Как не важно? Ну человек говорит, я не открывал. Историки, он же ученый. Не я это открыл, я другое делал. Сейчас он расскажет, что я сделал. Читаем дальше. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов. А буржуазные экономисты экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. И дальше три пункта всего. Первое. Что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Чувствуете, вот это вы спрашивали меня про исторический материализм. Он ничего не говорит, а просто говорит о том, что развитие классов связано с фазами развития производства. Второе. что классовая борьба необходимо ведёт к диктатуре пролетариата. Это, конечно, французские буржуазные историки не утверждали и не собирались утверждать. Третье. Что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. То есть, Маск что, за то, чтобы классы были вечно, или чтобы они были уничтожены? Так а кто может уничтожить классы? Кто находится в худшем положении? Вот если вы в худшем положении, чем я, как вы будете... Вы говорите, давайте, Михаил Васильевич, вы будете уничтожать социальное неравенство. Я говорю, хорошо. У вас всё равно мало денег, дайте остальные. Вам долго не жить на эти деньги, которые вам государство... Давайте их сюда, а мы пойдём, с кем пойдём, немножко перекусим за его память об этом добром человеке. Ну, кого надо с точки зрения материалистической поставить во главе общества того, кто заинтересован самым сильным образом уничтожения классов, того, по кому это бьёт больше. Правильно? Ну, вот кто должен проходить... Вот очередь, если идёт куда-то, что-то дают в очереди. Кто должен контролировать? Кто вот рядом, первым стоит или последним? Ну, конечно, последним. Потом он приходит, вот уже второй, третий, уже он в очереди, и уже надо снимать его отсюда. Потому что он скажет, да ладно, пусть пройдут, давайте в одни руки хоть как угодно, только последний будет жёстким контроллёром. Правильно? Это материалистическая позиция. И причём-то у меня что, сознание изменилось, или знания изменились? Нет, положение изменилось. Положение изменилось, изменились интересы. Изменились интересы, могут измениться поступки. Вот и всё. Так что... Так что вот это... Так сказать, мы обратились к самому автору и выяснили, что он отказывается от того, что ему приписывают. Это нас не особо растает, а от изложения темы социальные изменения. Социальные изменения. О, простите, социальное становление. Забежал вперёд. Социальное становление. Социальное становление. Социальное становление нам легко с вами изучать. Почему? Потому что мы с вами уже становление в абстрактной форме рассматривали. Кто-нибудь может повторить, что такое становление? Как? Это вот такой у вас результат? Становление? Да, становление. Это движение бытия на что и что бытия на что у вас как бы два получило движения. Чего-то тут не хватает. Вообще у Гегеля более отточено было. Ну, в принципе, правильно. Движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Одно движение, в котором есть противоположные движения. Движение есть. А вы вообще половину взяли, а половину не усвоили. А если вы половину не усвоили, это что такое? Это ну, у вас просто, можно сказать, некоторый огрех в изложении. И всё. А у вас просто это неправильно. А что? Вот это, причём, ошибка эта очень характерная. я вам сейчас скажу, что вот в своё время я преподавал на экономическом факультете политэкономию. и преподавал я её на матмехе для математиков. И вот у нас программа была, там написано было становление, возникновение и становление социализма. А прихождения нету. В программе нету прихождения. То есть, как бы социализм, ну всё строишь, строишь, всё светлое, а он же разваливается в то же время и. Или нет? Вот это выяснилось для некоторых только тогда, когда совсем развалился Советский Союз. Ну, для того, кто Гегеля с Харом читал, вот вы читали, вы сразу так сформулировали, что для вас ну не может быть так, чтобы было бы становление, в котором бы не было вот этого противоположного момента прихождения. Правильно? Как это, как это идёт светлое социалистическое строительство и никакого разрушения не идёт? Вы верите в это? Верите? А если оно идёт в обществе? Значит, есть люди, которые поддерживают это разрушение. А есть даже и такие, которые подталкивают. Причём как могут подтолкнуть? Вот хороший человек. Он чем подталкивает? Он подталкивает тем, что он односторонний взгляд имеет. Это правильный взгляд у вас? Чё нет? Правильный. Правильный. Не надо на себя поклёпывать. Правильный у вас взгляд, но односторонний. Потому что если я с одной стороны смотрю и вижу вот одну сторону, и вот с одной стороны, вот если зайду, вообще один глаз увижу. Чё, нет у вас этого глаза, который есть? Я говорю, вот у него есть правый глаз. Вы ещё поверните голову. Сейчас-то я вот вижу второй, и уже начинаю вроде как я как будто вижу одно, говорю другое. А вот если отвернётесь, я вот вижу ваш правый глаз. Скажу, вот у него есть правый глаз. А левый? Не знаю, сейчас он повернёт голову. Если есть левый, я скажу. Ну, мы же с вами проходили. А чего вы опять один глаз только называете? Значит, есть возникновение и прихождение. Поэтому в период становления, скажем, социализма в СССР прихождение было или только возникновение? А вот не пишут вообще об этом ничего. Как бы вот всё строительство... Строительство – это хорошая категория вообще для исторического развития, для изображения исторического развития. Как будто мы на стройке. Кругом кирпичи. Это вот мы с помощью этих кирпичей строим здания социализма. Что это за такая строительная... Вы прорабы, что ли? А вот прорабы перестройки потом явились. Ну, если вы построили потом... Смотрите, не то построили. Надо перестраивать. Опять строят. Теперь, когда построили социализм... Что такое социализм? Кто-нибудь знает? Это мне нравится, то, что вы так затекли, потому что вы же понимаете, что, как правило, не знают. Поэтому сейчас некоторые товарищи остерегаются, что они сейчас что-то не то скажут. Правильно? Вообще есть такая общественная формация такая социалистическая? Нету её. Нету. Если вы откроете критику гостской программы Маркса, вы там не прочитаете ни про какой социализм. Тогда никто так и не говорил. Социализмы, первые социализмы, это были просто учения, отрицающие капитализм. Вот если вы коммунистический манифест откроете, что там понимается под социализмом? Значит, это реакционный феодальник социализма. Ну, феодалы же против капитализма. Вот если вы были помещиком, вы бы были против капитализма? Помещикам представили себя? Они уже землю вашу хотят забрать. Блага ваши забрать. Власть у вас хотят забрать. Вы против капитализма? Раз вы... Все, кто против капитализма, называем их социалистами. Вы первый социалист феодальный. Так. А вы мелкая буржуазия. Знаете, кто такая мелкая буржуазия? Нет? Ну, давайте, скажите, кто это. Ну, что это бревно есть бревно. Это что, определение, что ли, бревно? Она есть. А? Она есть. Нет, ну, она есть. Ну, что такое мелкая буржуазия? Это та, которая меньше клубной буржуазии. Ну, это правильно. Она меньше клубной буржуазии. Она вообще не буржуазия. Мелкая буржуазия не буржуазия. то есть конечно я понимаю что это не очень воспринимается ну с точкой зрения филологическая нас не филология а философии мелко буржуазия это мелкий хозяйчик работающий на рынок то есть вы у вас есть средство производства вас есть средства производства ножек есть это средство производства но чистите картошку и продавайте вот ей ну вот и будете у мелких буржуа почему потому что у вас средства производства есть, но вы своим трудом работаете. Вы немножко это приплачиваете, картошку вам чистить не надо, будет вам все время отлично поочищенной. Вам просто ее раз залил водой и ставь, и все. Ну, еще можете что-нибудь сделать. Вскопать можете участок? Да. Вот, ему вскопайте, он феодал. Ну, правда, разорившись, у него все отняли, но участок у него остался. Вы ему вскопайте, он вот бутылку водки. Я не буду копать социалистом. А? Я не буду копать социалистом. Да вам какая разница, что копать? Главное, чтобы вы от него деньги получили. Вы будьте экономистом. Ну, что вы это? Мелкий буржуа должен что делать? Работать своим трудом? Своим трудом? Трудящийся? Мелкий буржуа это трудящийся, вот я определение даю, работающий на рынок. Сам бы ел, да деньги надо. Понимаете? Я сам бы ел, но надо продать же вам. Поэтому я не ем свои пирожки. А раз я их не ем, потом я уже такие делаю пирожки, что и вы их уже, если будете есть, умрете. Потому что я-то их точно не ем. Думаю, я туда подложу, то подложу. Сейчас так и делаю. Сейчас продают то, что сами не едят. Вы не заметили? Вы читайте внимательно, что вы теперь едите. Вот когда придёте этому иконостасу колбасному, вы откройте и читайте. Я, поскольку всю жизнь ходил в очках, у меня близорукость известная, я могу спокойно сейчас читать мелкий. Я как почитаю, у меня уже сразу желание, аппетит сразу пропадает весь. А вы не любите эти самые жирные кислоты? Их, так сказать, всякие производные. нитрит, нитрат, поташ, казенат натрия. Вам какое? Масло ши, пальмовое масло, пальмоядровое масло. Оно в пять раз дешевле. Молочного жира, который оттуда удаляется, и туда, где должен быть молочный жир, закладывается это то, что из Африки привезли. А дешёвое, потому что им вообще гроши платят этим самым работникам, которые это масло там добывают. И в ржавых бочках нам везут. Значит, вы мелкий буржуа. Что бывает с мелким буржуа при капитализме? Ваша судьба какая? Я работаю в деньги. Нет, это не судьба. Это вы просто делаете. А судьба ваша такая. Либо вы станете буржуа, и тогда он будет на вас работать. Вот она, она, он. Вы будете на него работать. А он будет на мёд. Меня возьмёте управляющим. Только мне, давайте, повышайте зарплату. Потому что я за эту зарплату управляющим вас не буду. У вас будут миллиарды, а я буду за 42 тысячи рублей работать? Да ни за что. Так? А судьба-то какая мелкой буржуазии? Ну, малый процент становится буржуа, то есть живёт чужим трудом за счёт эксплуатации чужого труда. А вы ведь начинали так. Сами работаете, сами. Ну, на рынок выносите. А теперь этот работает, этот работает. А вы потом продаёте, и у вас уже прибыль, про которую говорили там вот наверху. Ну, а основная масса куда падает? В ряды пролетариата. Разоряется. И вот они всё время, и всё наши уважаемые всё время на том фоне, что они сейчас в Москве уничтожили всякие ларьки, разгромили. И они говорят, мы поддерживаем мелкий бизнес. Так, вы мелкий буржуа? Отдайте куртку вашу. Я потому что хочу поддержать вас. Ну, а как ещё поддерживать? Так? Или у нас, не помните, как было? У нас у каждой станции, у каждой остановки трамвая были ларьки. Потом при Матвиенко. Взяли и болгарками их всех распилили. Я-то знаю, что вы трудя... Я к вам хорошо отношусь. Знаете, не потому, что вы работаете народом. Потому что вы трудящийся. Живёте своим трудом. Более того, вот вы ей продаёте, а она такую низкую цену заломили, что вы работаете 8 часов, а она вам оплачивает через рынок только 6 часов. А 2 часа, и его труда вы берёте себе. Вам не стыдно? Ну, конечно, вам не стыдно, потому что ваше дело только вот... И людей, так сказать, вот... Ясное дело. Какой может быть стыд в экономике? Тут уж кто кого съест. Всё это понятно. Будешь садиться, будешь бедняком. Так. Значит, вы против капитализма? То, что он вас... Как не против? Он вас разоряет. Значит, вы не идеолог, вы не против, потому что вы не идеолог. А идеологи мелкой буржи, они все против. Так, берём теперь этих клерикалов. Ну, то есть, духовников. Религиозных. Да, чтобы богатому попасть в рай, легче верблюду пролезть через игольное ушко. Поэтому и говорят, что вот Христос – первый коммунист. Вы – второй. Дзиганов – третий. То есть, и клерикалы против капитализма, это называется тоже... Учение называется – социализм. Христианский социализм. Кто там ещё есть? Ну, теперь берём этих, просто буржуа. Вы видели, вот эхо Москвы, слушайте, вот они всё время недовольны режимом. А какой у нас режим? Буржуазный. Ну, ты кто? Буржуазная радиостанция, люди недовольны буржуазным режимом. Вы видели хоть одного капиталиста, хотя бы олигарха, который был доволен тем строем, который у нас есть в стране? Я ни разу не видел, чтобы кто-то был доволен. А раз он недоволен, то он оппозиция. А раз он оппозиция, ну, например, вот тот же самый Немцов, который изображал, что он оппозиция, он же был вице-премьером. А ещё один у нас оппозиционер, который премьером был вообще, Миша 2%. Он-то какая оппозиция? Он позиция, потому что его от кормушки оттеснили, он теперь скучает по кормушке, которой он был. Он, видите ли, оппозиция. То есть они тоже против капитализма. Этого. Это другой, когда они у власти. Они именно конкретные эти лица. Потому что кормушка большая, уже кто-то сидит другой у кормушки. Не я. Я против такого режима. Они не говорят, что они против. Мы против режима. А что такое режим? У вас есть режим дня? Вы против режима? Нет. И я не против режима. Это в порядок. Кто будет против режима, то есть кто-нибудь не будет приходить на лекцию? Наказывать будем? Как? Да как? Словом. Словом? Я вот вас осуждаю, если вы будут осуждать очень сильно. Меня? Я вас, да. Если вы не придёте на лекцию. Ага. Скажу. Вот единственное было светлое пятно, она не пришла. Придёте требовать, чтобы другие одели светлую одежду. Ну, как же так? То есть, противники... Когда думают, что соединились противники режима, это чепуха. Потому что, когда все противники соединились, они против все. А если все против, у них ничего общего-то нет. Каждый пойдёт в своём направлении. Вот сейчас вот. Давайте с вами договоримся, что мы будем против того, чтобы идти туда. все. Договорились? А никто туда и не соберётся, и не собирается идти. Все вы пойдёте ведь туда. Я знаю уже. И я туда пойду. И мы все пойдём своим путём, и каждый вот в соответствии со своим планом. Но мы все, все вот мы решительно против того, чтобы идти туда. Вот такие эти социалисты. А зато есть социалисты-утописты, про которых тоже Маркс Энгельс писали. Они не просто вот против чего-то, они за. Вот социалисты-утописты, они лучше, чем вот эти против капитализма. Они потому, что за новое общество. Какое? А какое придумают? Вот вы можете придумать новое общество? Придумайте, будете тоже социалистом-утопистом. А вам, я тоже. Какие-нибудь фаланги придумайте, фаланстеры? Или утопию какой-нибудь, как Томас Моркс? Город Солнца, как Кампанелла? Или вам город Луны нравится? Ну, придумайте город Луны. Это не закрытая тема. То есть, особенно, когда видите, что тут что-то все хуже и хуже. У нас деньги что с ними происходит? Инфляция же идет. То есть, это я говорю 1480. Она же все меньше и меньше означает в реальных продуктах. На этом фоне надо начать мечтать о том хорошем обществе, где ваша стипедия не будет уменьшаться в реальном выражении. Ну, хотя бы такую мечту какую-то придумать. Тоже социализм. Утопизм. Потому что, если вы придумаете, вы придумаете что угодно, а цены будут повышать. И это значит, что это вот ваше мечтание реализовать. Почему? А чем отличается научный социализм? А тем, что вот нашли Маркс и Энгельс тот класс, который объективно заинтересован в том, чтобы это вот положение и нынешнее уничтожить и привести к другому положению, которое называется уже не социализм, а как? Коммунизм. Коммунистический же манифест, не социалистический. Коммунизм. И Маркс говорит, что есть три вот таких этапа. Переходный период от капитализма к коммунизму. Потом низшая фаза коммунизма и высшая фаза коммунизма. То есть, просто две ступеньки, две фазы этого строя. А как делится он на фазы? А вот так, что вы не можете прийти к чистенькому коммунизму сразу. Вы придете к коммунизму с родимыми пятнами капитализма. То есть, по итогам переходного периода от капитализма к коммунизму у вас появится коммунизм с родимыми пятнами. С отпечатками капитализма. А вот когда вы от них освободитесь, а вы освободиться можете только в порядке развития уже этого коммунизма. Не развитый коммунизм превращается в развитый. Не полный в полный. Вот молодой человек – это человек. Согласны? А то некие говорят «Нет, не человек». Ну, думаю, что же он? Вот вы сразу согласились, что вы человек. А то некоторые говорят «Нет, вот я человек, а вы, если раз молодой, то вы не человек». Ну, что это странно как-то. Ну, молодой коммунизм – это коммунизм. Вот молодой, не развитый, не полный, не зрелый коммунизм как называется? Да? Да? Поэтому вот то, что говорили про развитой социализм – это глупость несусветная. Потому что смысл социализма в том, что это неразвитый коммунизм. Если его развить, будет полный коммунизм. Ну, неполный развить, будет полный. Неразвитый развить, будет развитой. То есть коммунизм. А у них какой-то был развитой, но не коммунизм. Ну, что это такое? Какая-то чушь. Поэтому и сейчас многие, вот я смотрю, там красные, это всякие, по видимости, красные, как редиски, снаружи красные, внутри белые, они пишут, что вот, социализм – это переходный период между социализмом и коммунизмом. Да, чепуха. Сначала есть переходный период к коммунизму, потому что переходный период – это переход от одной формации к другой формации, от одной общественно-экономической формации. Нету социалистической общественно-экономической формации. Нету. Есть коммунистическая формация, основанная на общественной собственности. И есть три формации, основанная на частной собственности. Можно считать, что есть пять формаций. Первобытный коммунизм, рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм. Пять. Можно даже помнить раньше, когда под Воронь ездили эти самые автомобили во всех направлениях, то девочки рисовали классы и прыгали и в мячик играли. Я знаю пять общественно-экономических формаций. Я знаю как пять девочек. Олю раз, Галлю два, Ирину три, Свету четыре и Зину пять. И я знаю пять общественно-экономических формаций. Только я хотел выйти во двор. Значит, я знаю, вообще первобытный коммунизм раз, а владение два, и автомобиль едет. Я остановился и уже дальше не знаю. Сейчас уже так не получится. Но всего пять формаций, больше их нету. Никто не знает больше формаций. Можно считать, что три. Был первобытный коммунизм, потом его отрицание. Это три формации, частнособственнические. То есть, это был основанный строй на общественные собственности. И три формации. Основанные на частной. Как бы одна формация, частнособственническая. И потом отрицание, отрицание. Возвращение коммунизму, но обогащенному всеми достижениями капитализма. Вот вы за то, чтобы уничтожить капитализм. Да? Или нет? Все средства производства будете? Фабрики оставите какие-нибудь, нет? Оставить надо, наверное. А банки? Банки уничтожите? Банки? Тоже оставить. Тоже оставить. А телеграф? Тоже. А телефон? Да. Так у нас уничтожали или брали большевики. Телеграф, телефон, вокзалы. Ну, так если уничтожали, так что тогда они свою основу уничтожили? Вот Ленин писал. Капитализм есть полная, материальная подготовка коммунизма. А крупное машинное производство это основа. Кто создает? А рабочий класс, то есть могильщик капитализма, кто его создает? Большевики или капитализм? Ну, вот если капитализм создает рабочий класс, а рабочий класс создает коммунизм. Кто мама у этого рабочего класса? Ну, капитализм. С мамой не все соглашаются обычно. Это часто бывает. Но это мама же. Как можно вот вместо капитализма должны просто заклеймить капитализм или сказать, что его необходимое место в истории, он преддверие коммунизма. Правильно? Если он преддверие. Что вы так нападаете на капитализм? Что, маму не любите? Вышел он из... Выходит из капитализма. И вы из мамы вышли, и я. Только мама у нас разная. Но вы против мамы вообще пойдете? То есть как надо относиться? Как к необходимому историческому этапу, который был прогрессивен в соответствии с своё время. Правильно? И что такое тогда социализм? Это низшая фаза коммунизма. А переходный период от чего к чему? Вот переходный период – это становление коммунизма. Вот мы теперь пришли, а то вы могли подумать, что мы вообще отвлеклись от нашей темы и занимаемся какой-то непонятной пропагандой. Так мы получили что? Что переходный период от капитализма к коммунизму – это и есть период становления коммунизма. Вот есть такая у Ленина работа, называется «Экономика-политика в эпоху диктатуры пролетариата». И вот я, поскольку я долго преподавал уже политэкономию, в программе у нас было вот это вот возникновление и становление социализма, я всегда говорил, что есть, как бы ссылаясь на Ленина, говорил, что пять укладов в переходной экономике, ну, самый низший, патриархальный уклад, то есть вы выращиваете огурчики, сами их съедаете. Не вот как этот товарищ, который их продает на рынке, вот этот, потому что он мелкий буржуа, он производит огурчики, чтобы нам продать. И его эксплуатируют, вот мы знаем, кто эксплуатирует, потому что он 8 часов затратит, а за 6 получит. Поэтому мелкую буржуазию все время душат. Это все эти разговоры про поддержку мелкого бизнеса, ну, это смешно. Ну, если вот мы с вами в капитализме живем, а мы живем в капитализме, вот мы с вами конкуренты. Вы же понимаете, либо вы выиграете, либо я. Тут уж извините, это не занятие тут по философии. Так, вот если вы выиграете, меня не будет больше на рынке. То есть не то, что меня не вы, меня же не скушаете, вы просто меня разорите. Как вы это сделаете? Это другой вопрос. Мы знаем много приемов конкуренции. Так, и после этого, ну, в самом лучшем варианте, вы скажете, Михалыч, ну ладно уж, идите ко мне на работу, я вас пристрою, будете мне помогать. И будет у вас крупное капиталистическое хозяйство. А я буду ходить у вас на посылках. Но если я вас разорю, то уж извините. Могу, конечно, и вас и взять, а могу и не взять. Потому что вы так со мной боролись, так со мной боролись, что я забыть это не могу, не хочу вас даже явить. Так, может такое быть? Ну, капит, много-то конкуренции же. Люди, которые за конкуренцию, вот скажем, Владимир Владимирович, там, Дмитрий Анатольевич, они за конкуренцию. Но надо додумывать дальше, до конца. Если конкуренция идет, если мы с вами конкурируем, сколько у нас тут останется олигархов? А все остальные будут на работах у этих олигархов. Сколько? Ну, 3-4. Чего вы на меня смотрите? Вы у меня будете работать уборщицей. Если я выиграю. А если вы выиграете, даже меня и в уборщики не возьмете. Скажите, идите отсюда. У нас безработные должны быть? Должны быть. Будьте вы безработные. Хватит болтать. Пенсии у вас есть? Есть. Идите отсюда. Не надо прикидываться обездоленным. Все. А пенсию будете у меня потихонечку забирать, потому что вы цены будете поднимать. И эта пенсия у меня, как иду в магазин, все меньше хлебушка несу, все меньше и меньше и меньше. То есть, как бы вы со мной конкурируете тогда, когда я вообще не представляю никакого вам другого капиталиста. А вы просто у меня все отбираете уже, раз уж вы победили. То есть, конкуренция к чему ведет? Монополии. И потом, как же может государство капиталистическое поддерживать, вот если она у меня выиграла? Кого надо поддерживать? Ее или меня? Ну, кто более эффективный, если она у меня выиграла? Вот если вы меня выиграли, кого должно поддерживать государство? Меня? Если я такой лопух, что у меня все выигрывают, и вы у меня выиграли. Зачем меня поддерживать? Я отсталый элемент. У нее передовое производство, она меня ведь выиграла не просто так, она же ничего противозаконного не делала. Она применила новые научные достижения, она поставила современную технику, а у нее дисциплина на производстве, у нее порядок, у нее люди больше получают, чем у меня. Ко мне никто, порядочные люди вообще не идут, идут к ней все. И тогда государство говорит, меня поддерживают. Зачем вы его поддерживаете? Нет, лучше, что меня поддерживают. Мне нравится, конечно. Я не понимаю, зачем меня поддерживать, когда она у нее все передовое, а поддерживают меня. Ну, государство должно поддерживать. Передовое или отсталое? Да я знаю, что они будут, но говорят, что поддерживают. Ну, говорят, что поддерживают. Ну, говорят. Мне, конечно, приятно, что говорят, выступают. Когда сносят ларьки, говорят, мы поддерживаем меткий бизнес. Я не считаю, что ларьки – это что-то передовое, потому что какой научно-технический прогресс может быть в ларьках? Вот самолет можно сделать в ларьке? Нет. Компьютер. Новый. Нет. Ну, как можно говорить об этом? Там туалета нету даже, там ведро. О чем вы говорите? И вот каждый раз повторяют, давайте, говорит, на поддержку мелкого бизнеса. Зачем вы поддерживаете это? Я же не предлагаю его закрывать. Зачем вообще закрывать? Вот товарищ Сталин не закрывал мелкий бизнес. А что оно? Если вот рядом будет крупное производство, более дешевые продукции, значит, все менее качественное уйдет с рынка и разорится само. А более качественное останется на рынке, на колхозном рынке. Цена какая была? В два с половиной раза больше, чем в государственном магазине. Но никто не будет... Зачем закрывать-то? У вас вопрос? Протест? Если закрыть мелкий бизнес и оставить кто-то, кто у него есть в изображении, то они взберутся в такие цены, и не будет конкуренции. Правильно? Будет конкуренция, потому что конкуренция при капитализме остается всегда. Не может быть капитализм без конкуренции. Как это? Частная собственность. Если у меня частная собственность, то есть у вас как не может быть конкуренция. Я просто хочу сказать, что если есть конкуренция, она ведет к монополии. И поэтому не надо закрывать специально. Вот это же административное, применение административных мер в ходе конкуренции. Не надо применять административное. Если я сделаю лучше и дешевле, чем вы, вот вы у меня моложе и красивее, а будут пирожки покупать у меня. Знаете почему? Что у меня дешевле и вкуснее пирожки. А если... И никто не посмотрит на то, что вы моложе и красивее, все равно ко мне пойдут. А если у вас будет дешевле и красивее, у вас будут покупать. А то, что я профессор, там доктор наук, доплевать они хотели, потому что они пирожки пришли покупать. Им доплевать, что я профессор, что я доктор наук. Потому что там вкусные пирожки у вас, а у меня барахло. Вы понимаете, в чём дело? То есть есть экономическая сторона дела. Экономическая сторона дела состоит в том, что отмирает то, что само отмирает, и само закрывает. Зачем его закрывать? Зачем я буду устраивать его закрытие показательное? Вот мы вас закроем, мы у вас это всё разгоним, мы подгоним бульдозеры, мы подгоним сюда экскаваторы, и вас уничтожим. Зачем? Ну, наверное, потому что это будет везде, что люди будут себе дать закон, когда строят палатки. Вы лучше посадите в тюрьму тех, кто выдал им незаконные разрешения. А вот они тех-то покрыли, а этих разогнали. Несчастных, вот он, несчастный, мелкий, буржа, сидит здесь на первом ряду. А вот этот выдал ему, между прочим, все разрешения за взятку. Причём этот не хотел взятку давать, а у меня не было выхода никакого. Я не хотел. Он не хотел. Но и его наказали, потому что он взяточник. И его, то, что он взяткополучатель, это взяткодатель. Их два тут сидят. Но он трудящийся, а это вообще жулик. Извините, пожалуйста, это не про вас. Но это как бы такой образ, светлый. Ну, вас вы чёрные сами одели, и всё. Вот светлый образ. Я же не говорю ничего плохой. И вот девушка, симпатичный, чего я про него могу плохой сказать? Сами у меня. Это наше уже дело, брать на себя. Так потом, когда вот, вы женаты, нет? Ну, вот когда будете женаты, там, если что, будете на себя. Я виноват, да. Всё. А кто ещё виноват? Как говорят это? Жена достаёт швабры мужа из-под шкафа. Он говорит, я человек свободный. Хочу вылезу, хочу не вылезу. Так и мелкий бизнес. Такой же свободный в этом обществе. Ну, как? Ну, это когда каждый раз рассказывают в мелкий бизнес. Вот Дмитрий Анатольевич в Ярославле собрал там, по 50 тысяч, так сказать, выдаёт на начало дела. Ну, девушка говорит, вот я цветы буду пробовать. Как вы говорите? Я цветы буду производить. Произведёте вы цветы. Я не сомневаюсь. Вырастите вы цветы. И куда вы с этими цветами пойдёте? В метро пойдёте? В метро. В метро вас выгонит оттуда. Вы чё, в метро собираетесь? У вас есть право на торговлю в метро? Нет. Ну, конечно, если вы взятку не будете давать. Я вижу, честно, не будете давать взятку. Это он, он дал взятку. Это его сгубило. А вы не будете давать взятку, это тоже вас сгубит. Потому что ваши цветы скоро засохнут. И выкинете вы цветы и разоритесь. Или вы не знаете, что у нас голландские, так сказать, производители скупили всё? Они возят в Голландию из Южной Америки. Куда вы пришли, на какой рынок? Он самый, что ни на есть, уже монополизированный. А вот этот купил три козы на 50 тысяч. У вас зоотехник есть? Какой, может быть, зоотехник на три козы? У меня козы сдохли. Купили бы лучше козла хотя бы. Чё, кто ещё хочет начать мелкий бизнес? И вот каждый раз начинается, вот с 90-го, как идёт. И каждый раз всё это начинает, ну это какая-то беда просто. Ну когда-то уроки надо извлекать. Надо пойти, не надо. Во-первых, крупный не надо поддерживать, потому что он сам стоит на ногах. Зачем его поддерживать? Он и сам и так поглощает эти мелкие. Правильно? Ну есть, вот скажем, миллиардер Лисин. У него есть Новолипецкий металлургический комбинат. У него есть три компании в порту нашем. У него есть компании перегрузочные на Чёрном море. Ну чего его поддерживать? Он сам может поддержать кого угодно. А мелкий бизнес зачем поддерживать? Мы же его не съедаем. Государство его не трогает. Вас не трогает государство. Ну зачем изображать, что мы его поддерживаем? А на самом деле мы его одной рукой поддерживаем, а другой не помогаем ему, а позволяем его удушить. Ну это чудо-разговор. И вот изучаем. Так вот я изучал и преподавал про становление социализма. Хотя на самом деле это становление коммунизма, как выяснилось. Да? Ну понятно, что сначала коммунизм будет в первой фазе. С родимыми пятнами. И вот, значит, перечислял уклады. Значит, патриархальный. Потом пошёл мелкобуржуазный. Потом частнохозяйственный капитализм. Вот вы похожи на частнохозяйственного капиталиста. Это такая жилка. Всё, у вас идёт хорошо, но не олигарх. Олигарх, он, смотрите, он в очках. И сзади такой мрачно на нас смотрит. Да-да, он смотрит, у него всё уже схвачено. Вот это ещё не досхвачено, вот та часть, а это вся уже схвачено. Это вам кажется, что вы самостоятельные. На самом деле вы уже встроены в систему. После частнохозяйственного капитализма идёт госкапитализм. Это никто не знает, господи, как говорится. Не знают, что такое госкапитализм. Думают, что это какой-то общественный строй новый. Нет, никакого. Это уклад в переходный период, в период становления капитализма. Простите, коммунизма. А в чём состоит? Когда была национализация в России, в СССР? Ну, ещё не в СССР, в России. Советской. Когда? В каком году? А? В 19-м. В каком? Два года, что ли, она проходила? Ну, национализация. Чего вы будете тянуть с национализацией? Тут что-то как-то надо резко решать. А? В 20-х. Ну, так в 20-х, если не будете решать, вас порешат. Вы что, революцию превращаете в длительный процесс? Нет, это не получится. Это же скачок. Так, кто-нибудь знает, товарищи историки? Это я про Японию историю спрашиваю? Про историю Японии или про историю России? В 18-м году. А? В 18-м году, да, правильно. Когда? Месяц? Апрель. Апрель. 1 апреля. Это чтобы уйти от критики сразу раз на 1 апреля, и дальше вопросов нет. Январь не хотите? Январь 18-го года. Значит, до января 18-го года не было никакого социалистического уклада. Не было коммунистического. Вот. А когда прошла национализация, получилось много национализированных предприятий. И что эти предприятия как действовали? Вот часть этих предприятий уже по плану, начатки плана были, начал, вот уже в 20-х появился план ГЛРО, и по мере вообще направления этих предприятий в общественных интересах, они стали играть роль коммунистического уклада. Вот у Ленина написано коммунистический уклад, а я когда преподавал, говорил социалистический уклад. Вот почти всё время своего преподавания, а потом перечитал, смотрю, такого слова у него нет. Понятно, коммунистический уклад, потому что вот это коммунистический уклад, а вот все остальные предприятия национализированные, они вроде бы принадлежат государству, а регулируются рынком, как сейчас Газпром. Газпром, Роснефть, Ростехнологии, они же государственные предприятия, государственные. Ну, в государственных предприятиях, в других зарплатах, вот я в государственном учреждении работаю, у меня 42 тысячи, а у членов правления Роснефти 17 миллионов в месяц. Ну, вы видите, а как вы, вы же понимаете, чтобы 17 миллионов набрать на Роснефть, надо ещё сократить стипендии студентов и пенсионерам. 17 миллионов в месяц каждый член правления получает Роснефти. А если Газпром, то 15 миллионов в месяц. Вот вам бы выпало 15 миллионов, вы бы на лекции точно не пришли, я даже не сомневаюсь. И объяснили, я должен куда-то их пристроить, а то меня же ограбят, как-то вам нужно решить. Могут и убить же за 15 миллионов, причём свои же. А как получилось так? А они же самостоятельные, они же как, хотя они и государственные, но они оформлены как ОАО. А раз они ОАО, как другие частные предприятия, как обычные частные предприятия. Поэтому они что делают? Сначала зарплату они могут сами устанавливать себе, самостоятельно, правильно? Как ОАО. Вот они себе 25-17 миллионов, а всю прибыль, говорит, отдадим государству. Всю прибыль отдадим. А что там остаётся этой прибыли? То есть они себе заломили вот такие зарплаты, а прибыль вся идёт целиком. Она же принадлежит государству прибыль. А это же издержки. Поэтому надо успеть в издержки заложить. Ну и, конечно, парашют золотой. Если меня выгонят, то 12 окладов. У меня вот 42 тысячи, 12 окладов будет, по крайней мере, больше, чем 400. А если бы у меня было 15 миллионов, то уж как не меньше, чем 150 миллионов было бы парашют. И вы бы подумали, стоит меня увольнять или нет. Сейчас-то никто не думает, раз это скажет, по конкурсу вы не прошли. А, если я не прошёл, отдавайте мне 150 миллионов. Лучше его не трогать. Это вот сейчас реально так происходит в нашей экономике. Пытались судиться. А как судиться? Говорит, у него трудовой договор. Как он заключил? Он сам с собой заключил трудовой договор, но уже как субъект с юридическим лицом. И вот у него он должен получить 12 окладов. А оклад у него 15 миллионов. А я взялся его увольнять. Да я думаю, что он пусть сидит. Это же разорение одно – его увольнять. Это вот реальность нашей жизни. Так вот, так же был и госкапитализм. Это что такое? Этот сектор государственный, государство социалистическое, то есть диктатура пролетариата, а в рамках этого государственного сектора маленькая толика коммунистический уклад, который в общественных интересах действует. А все остальные предприятия составляют госкапитализм. То есть прибыль вся принадлежит государству. Предприятие в собственности государства. А хозяйство по-прежнему вот так же, как и было. Только прибыль вся идет государству. А уж зарплату, сами понимаете, как организовывать. Это стало постепенно уменьшаться и растворяться, когда появился план ГЛРО. В 20-м году. Вы не случайно тот 20-й год вспомнили? То, что в 20-м году появился план ГЛРО, а в конце 20-х годов появились пятилетние планы, и этот государственный капитализм исчез. Никакой там революции не было. Просто предприятия стали по единому плану действовать. Они же государственные. Просто руки не дошли. Теперь дошли. И все. А раз они стали по единому плану, то мощная государственная промышленность, естественно, стала производить дешевле, чем вот эти кустари сидят тут и что-то там производят, и потом несут туда. И все. Он разорился. А раз разорился, его пригласили, он стал генеральным директором. У него опыт есть в хозяйствовании? Вот его того не возьму. У него опыта нет. А у вас есть. Он, говорит, из мелкой бруля. То есть хозяйственник он, знает он. И школу хорошую прошел. Он стал генеральным директором на предприятии, и все. И никаких... Говорят, вот закрыли НЭП. Никто его не закрывал. НЭП же было отступление. Куда? Немножко в капитализм. Все эти в хозяйственном обороте вплоть до трех можно было нанимать. Вам разрешается трех человек нанять. Вот его наймите, и вот этих двух. Будет вот все хорошо. Вы наняли трех, но все равно разорились. Сильно много не разбогатеешь с тремя-то работниками. Большого капитала не получится, и капиталистом не станешь большим. Потому что вы один, а работники больше, чем эти трое. Потому что им зарплату надо платить. А вы не получается, чтобы вы жили чужим трудом. Получается все равно в основном своим трудом. Ну, это вот я взял на дно движение. Какое? Движение капитализма в коммунизм. Взял? Взял. Вы меня, как диалектики, должны сразу же обвинить. В чем? В том, что я взял только одно направление. Какое? Возникновение. А прихождение где? Что не было противоположного движения? Что не разваливались эти государственные предприятия? Не действовали в интересах общества? А действовали в интересах отдельных групп? Или отдельных лиц? А рабочие, которые передовыми являются? Что не было таких рабочих, которые думали не о том, как общественные интересы реализовать, а думали о том, как дать обществу поменьше и похуже, а взять это общество побольше и получше? Спасибо за субтитры Алексею! Спасибо за субтитры Алексею!